Я предоставляю слово в его происходительстве Даниэлю Шану, в Министерстве иностранных дел в Канаде. Господин председатель, уважаемый генеральный секретарь, Ваше превосходительство, дамы и господа. Для меня большая честь выступать перед вами сегодня с этим заявлением от имени правительства Канады по случаю 70-х годовщины Организации Объединенных Наций. В качестве государства-основателя Канада играла конструктивную роль в составлении устава и создании этой организации до, во время и после 1945 года и международной конференции 1945 года в Сан-Франциско. Не может быть сомнений в том, что за последние 70 лет посредством этой Ассамблеи и других учреждений ООН, а также целой вереницей различных учреждений, фондов и программ, связанных с ООН, это учреждение часто помогало улучшать жизни и перспективы для людей во всем мире. Это было сделано таким образом в тот момент, когда государственным членам и самой ООН сложно реализовать наиболее фундаментальные учреждения этой организации. И с этого времени Канада и канадцы всегда были решительными поборниками организации Объединенных Наций и участвовали всячески в этой работе для того, чтобы добиться общих результатов для нашего общего будущего. То, каким ООН уже с начала своего существования и по-прежнему продолжает отвечать этот путь, одним из направлений работы было международное развитие. Канада с гордостью, надели и словом, поддерживает свою приверженность в повестке 2030 от организации международного сообщества, которое она представляет, заслуживает похвалы в связи с тем, что это стремится в своей работе положить конец нещите в глобальном масштабе. Мы также должны всячески повышать фундаментальную свободу правого государства, подотчетное государство в тех уголках планеты, где эти критически важные составляющие устойчивого развития слабы или отсутствуют. Канада рассчитывает на дальнейшее взаимодействие со всеми для того, чтобы сохранить эту динамику, которая уже сложилась в результате цели развития тысячелетия и для того, чтобы дальше идти с возобновленной решительностью. Правительство Канада выделило в качестве основных приоритетов развития охраны материнского здоровья, новорожденных и детского здоровья, и мы выделили 3,5 миллиарда долларов на эти цели на последующие пять лет, поскольку невозможно быть. Мы должны добиться прогресса, конечно же, мы добились прогресса, но понятно, что нужно сделать еще намного больше. Канада приветствует включение охраны материнского здоровья, здоровья новорожденных и детского здоровья в повестку 2030, в качестве средства, с помощью которого мы сможем реализовать эти цели, которые были взяты в связи с принятием в 2010 году в московской инициативе группы 8 «Спасти каждую женщину, каждого ребенка». Этот саммит прошел в Торонто в 2014 году, и была также возобновлена глобальная стратегия на благо охраны материнского здоровья, здоровья женщин, детей и подростков. Международное сообщество сейчас заявляет о своей приверженности «Два повестки 2030». Одним из наиболее критических вопросов является финансирование устойчивого развития. Мы должны привлекать различные фонды и частные источники других доноров для финансирования пробела, который сейчас имеется в финансировании развития. Глобальные механизмы финансирования в поддержку каждой женщины и каждой ребенке являются замечательной моделью частного сектора, который может участвовать совместно с правительствами в обеспечении устойчивого финансирования, инициатив по охране материнского здоровья, здоровью новороженных детей, дополнительные инвестиции, которые удалось привлечь с помощью этого механизма и других механизмов новаторского финансирования, а также позволят привлекать больше финансирования и увеличить это с миллиардов долларов, довести это до триллиардов долларов, которые необходимы для финансирования 2015 года. Канада и впредь будет играть важную роль в создании этих механизмов для обеспечения устойчивого финансирования и привлечения экспертизы ресурсов частного сектора. Гуманитарная помощь также является тем более важной, что прогресс в развитии может быть сведен на нет буквально в одночасье в связи со стихийными бедствиями, политическими насилиями, международными конфликтами или кризисами, которые связаны с отсутствием продовольственной безопасности или с расширением болезней. Готовясь к первому всемирному гуманитарному саммиту, который состоится в мае следующего года, мы должны решительно заняться тем, чтобы укрепить решимость стран необходима для соблюдения международного гуманитарного права, защищать гражданских лиц, усилить также устойчивость перед лицом возможных кризисов. И также необходимо, чтобы национальные правительства обладали всеми средствами для того, чтобы преодолевать эти кризисы. Речь идет о реагировании на потребности человечества. В этой связи Канада всегда старается действовать щедро, быстро и эффективно, сохраняя достоинство граждан. В 2014 году Канада увеличила на 32% свой финансовый вклад в гуманитарную помощь для того, чтобы отреагировать на потребности в таких странах, как Ирак, Сирия, Филиппина, Украина, Центрная Африканская Республика, Южный Судан, Йемен. Канада играла также важную роль в быстрых и эффективных действиях международного сообщества перед лицом эпидемии гола в различных регионах Западной Африки. Как и в прошлом, Канада проявила свой потенциал и волю для оказания незамедлительной помощи беженцам и мигрантам, которым подверглась в настоящий момент Европа. После создания Организации Объединенных Наций, международное сообщество сталкивалось с многочисленными ситуациями, которые привели к добровольному и недобровольному перемещению граждан. В ряде случаев, например, что касается граждан, которые бегут от кризиса в Сирии, речь идет о насущной проблеме. В других случаях это, скорее, вписывается в долгосрочную перспективу. Мы взаимодействуем с партнерами для того, чтобы преодолеть эти сложности, в том числе ускоряем процесс размещения сирийцев и иракцев в нашей стране в этом году. Мы знаем, что канадцы поддерживают эти усилия, проявив тот же дух щедрости, который характеризовал помощь, которую они оказывали, когда в беде оказывались другие, пострадавшие от катастроф. Однако мы не должны на этом останавливаться. Мы также должны вместе заняться проблемой нарушения прав человека и поощрять стабильность, мир и процветание в регионах, которые охвачены нестабильностью и насильственными конфликтами. Организация Объединенных Наций зиждется на уважение и соблюдение основных прав и свобод демократии, верховенства права. И как раз именно исходя из этого и создавалась Организация Объединенных Наций. Без решительного коллективного участия всех государств, членов их приверженности этим принципам, эти слова, которые закреплены в Уставе ООН, стали словами нелешенными смыслами. Мне хотелось бы процитировать премьер-министра Канады. Там, где мы сталкиваемся с огромной человеческой нищетой, где царит упрямая бедность, где постоянно отказывается в правосудии. На самом деле, мира нет. Есть только зародыши будущих конфликтов. Канада поддерживает огромный диапазон инициатив и различных мер, которые предпринимают УМОН, направленных на поощрение мира и безопасности, включая те, которые направлены на борьбу с терроризмом и выявление новых методов, которые позволяют бороться с насильственным экстремизмом. Ни в чем не повинны. Гражданское население больше всего страдает от внутренних международных конфликтов, как, например, сегодня в Ираке и Сирии, где ИГИЛ и другие террористические группы сеют разрушение. Нас также беспокоит то, что вновь подняло голову талибы в Афганистане. И также нас беспокоит амбициозность ИГИЛ и других сетей, которые распространяются в Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Сахиле. И, в частности, беспокоены деятельностью таких филиалов, как Бог и Харам. Международное сообщество должно, сообща, предпринимать значительные меры для того, чтобы бороться вместе с терроризмом. В связи с этой ситуацией Канада действует не только в составе военной коалиции, которая борется с насущной угрозой, которую представляет исламовское государство, но также и предпринимает усилия направленные на предоставление гуманитарной помощи. И Канада будет поддерживать этнические и религиозные меньшинства, существование которых сейчас представляется угроза. Мы также призываем всех обратить внимание на последствия также сексуального насилия и другие варварские нарушения, которые совершаются исламским государством в отношении девочек и женщин. в июле. Мы принимали специального представителя генерального секретаря по вопросам сексуального насилия госпожу Зайнап Вангура, которая представила свои страшные, очень подробные выводы в связи со своей миссией по оценке на Ближнем Востоке, членам коалиции борьбы с исламским государством, которые собрались в Квебеке. На этом же заседании Канада также объявила о своем дополнительном финансовом вкладе, который предназначается для тех, кто пережил насилие и наджигательство стороны исламского государства. Уже не первый день Канада поддерживает работу, направленную на расширение прав и возможностей женщин. Вот почему мы поддерживаем рассмотрение на высоком уровне выполнения программы по роли женщин в деле мира и безопасности. Мы делаем эту работу уже в течение последних 15 лет, в частности, в связи с применением резолюции 1325 Совета безопасности. Канада также играет первостепенную роль в всемирной кампании, которая направлена на ликвидацию вступления детей в брак, раннего брака, что ведет к огромным разрушительным страданиям для сообщества. Международная система, основанная на правах, должна быть сохранена. Международные гарантии лишаются смысла перед лицом нарушения, грубого нарушения этих правил. Мы должны преодолевать острые вызовы безопасности и правам человеком, таким как в Ираке и Сирии, а также нарушения в связи с актами агрессии совершенно России, в вторжении России в Украину, незаконной аннексии Крыма и дальнейшего вмешательства в Восточной Украине. Эта трибуна не должна использоваться лидерами для того, чтобы подрывать принципы, на которых зиждется эта организация. Эта платформа должна использоваться для того, чтобы реагировать и решать глобальные угрозы. Две страны, которые постоянно нарушают международные стандарты в этой связи, правительства которых угнетают свои народы, которые грозят соседним государством, а также глобальному миру, это Иран и Северная Корея. Несоблюдение в течение многих десятилетий заставляет задаваться вопросами касательно амбиции и намерений. Заберения на словах или на бумаге недостаточно. Необходимо, чтобы было подающиеся проверки, доказательства соблюдения выполнения, а также значительные штрафные санкции за дальнейшее несоблюдение. В этой связи мы ценим усилия, которые были приложены пятью плюс одним, и также настоящее испытание для совместного съобъемлющего плана действий по Ирану, а также аналогичное соглашение. И понятно, что настоящим испытанием времени станет их конкретное выполнение и независимая проверка, поскольку слова громче слов. Вот почему мы поддерживаем и необходимо усиливаем мониторинговые возможности соответствующих организаций, таких как МАГАТЭ, что необходимо обеспечить подающиеся проверки, чтобы дела совпадали со словами, поскольку речь идет об авторитетности ООН. Как и с другой организацией, жизненно важно, чтобы ООН также анализировала, что она делает на пути приближения цели в свете тех изменений, которые произошли с момента основания ООН и Канады, поддерживают всяческие обзорные процессы высокого уровня в миротворческих операциях. Мы не можем опираться на инструменты прошлого для того, чтобы регулировать кризисы сегодняшнего дня. Свобода, мир, стабильность пролагают путь к долгосрочному процветанию. Всем нам известно, что это реальный путь к устойчивому. Развитие это требует действий на многих уровнях, с участием многих партнеров, рост движущим фактором, который является частный сектор, является ключевым ингредиентом достижения этих целей, направленных на снижение бедности. Торговли, инвестиции также крайне важны. Вот почему Канада поддерживает свободные, открытые торговые системы, что способствует развитию и снижению нищеты. Изменение климата является очень серьезной угрозой, нависшей над нашей планетой. Изменение климата – это глобальный вызов, который требует глобальных решений. Канада относится к этой задаче очень серьезно и работает вместе с участниками. Рамочный конвенцион по изменению климата для того, чтобы добиться эффективного соглашения после 2020 года на 21-й конференции в Париже. Канада считает, что эффективное соглашение может позволить действовать как по тройку снижения последствий, так и адаптации, и, что самое важное, данное соглашение также должно включить приверженность действиям по снижению последствий всеми основными странами, на долю которых приходится наибольшая часть оборниковых газов. 15 мая Канада объявила о своей задаче на период после 2020 года, в частности, снижению выброса парниковых газов на 30% ниже уровня 2005 года до 2030 года. Эта амбиция также вписывается в задачи, которые стоят перед основными промышленно развитыми странами, отражая также национальные обстоятельства, в том числе позицию Канады в качестве лидеров в том, что касается чистой электроэнергии, которая также признает, что финансирование является ключевой составляющей обсуждений. В этой связи Канада уже обязалась внести 300 миллионов долларов в зеленый климатический фонд и также в дополнение к предыдущим инвестициям в объеме 1,2 миллиарда, которые мы предоставили по финансированию стартового финансирования, что также поддержало целый ряд очень полезных проектов более чем 70 развивающихся стран. С самого начала Канада была одним из самых крупных и наиболее надежных финансовых вкладчиков в систему ООН. Мы также надеемся, что, как я уже говорил в начале своего выступления, это будет способствовать также достижению общих целей, которые стоят с момента создания ООН, в частности, поощрения взаимоуважения, справедливости и надлежащего международного поведения. В конечном итоге мы должны вдохновлять и сохранять эти надежды людей во всем мире вместе с нашими друзьями и партнерами глобального сообщества. Мы будем предлагать все усилия для того, чтобы мир стал лучше и сделать так, чтобы ООН стала лучшим инструментом для достижения этих целей. Мы стремимся работать вместе со всеми государствами, как и предстоящие 70-летия, на благо нашей общественности.